Всем добрый день! В сегодняшнем видео показываю вот такую работу Анастасии. Это бисер и гвоздики. На гвоздики нанизывается бисер, вставляется пенопласт. Сверху на пенопласт приклеена. Уже я думала в процессе. Это у нас бумага, но можно сделать ткань. Будет смотреться еще более оригинально. Вот какой слой пенопласта. Это работа полуготовая. Настя подарила ее бабушке, так как бабушка болеет. Вот она решила ее подбодрить своей работой. Но здесь что-то еще нужно додумать. Пока еще не могу сориентироваться, как будет смотреться. Интересно, необычная работа, но хотелось бы, конечно, сделать круглую рамочку. Может быть, удастся встретить в магазине подобную. Но это в будущем. Пока работа у нас находится в таком состоянии. И вот эта шикарная работа, изготовлена Анастасией. Здесь доработана мной рамочка. Так приклеена рамка. И с обратной стороны. Так как эту работу мы отправляли в областной центр, в Курган, пришлось ее оформить. Здесь уже и классы, какой возраст и ребенок. Полностью все у нас оформлено. Вот такая шикарная работа. И чем вот они отличаются? Допустим, вот на этой не было нанесено кружочков, куда и по цветам. Какие цвета, куда вставляются? Было, конечно же, посложней сделать Насте работу. И вот это здесь, она готовая картинка для работы с бисером или с вышивкой. То есть здесь уже отмечено по цветам. И здесь, конечно же, работать попроще. В том плане, что не нужно подбирать цвета, высчитывать ребенку, допустим, если ребенку сложно это делать. А вот здесь было посложнее. Но она смотрится, мне кажется, более, более красиво. Вот так вот она смотрится сбоку, по сторонам. Если висит на стене, то не передать, конечно, восторг, как мне нравится эта работа. Еще у нас есть одна работа фея, тоже пока что еще не доделана и ждет своей очереди. Ну и если вам понравились работы Анастасии, ставьте классы, пальчики вверх, пишите комментарии, нам будет очень приятно. Теперь мы с вами прощаемся. До новой встречи!